Всем привет! С вами Оксана Костина и в этом видеоролике я хочу поговорить о посланных правилах для записи вот таких вот видеороликов. В первую очередь, что вы должны запомнить, если вы снимаете на телефоне, то из горизонтального положения телефон вы переворачиваете вертикальное положение. Второе правило, очень важное, если вы снимаете на телефоне или на вашей камере, то вы устанавливаете телефон или камеру на штатив. Если штатива нет, то устанавливайте на свою собственную какую-то приспособу, но сделайте все возможное, чтобы ваш телефон, либо ваша камера стояла прочно на столе. Следующее правило, это фон. Сзади вас не должно стоять каких-то шкафов, я не знаю, штор каких-то прям нецензурных и цветных всяких разных, либо ковров персидских. То есть сзади у вас должен быть такой приятный, однотонный фон. Это может быть, как у меня обоев. Если у вас нету таких приятных обоев, то очень многие знаменитые спикеры в начале своим собственном пути делают вот такие интересные вещи. Они берут белые бросы и просто-напросто очень растягивают сзади на те же самые шкафы и начинают вещать. Следующее правило, оно очень важное, внимательно меня послушайте, это прежде чем говорить на камеру. Вы включили вашу камеру и ваш телефон, прежде чем говорить, повторяюсь, вы должны улыбнуться камерой, про себя просчитать где-то примерно до пяти. Только после этого начать свою собственную речь. Как только вы свою собственную речь закончили, вы опять же начинаете улыбаться камере и считаете до пяти. Только после этого вы идете и выключаете камеру. Для чего это делается? Чтобы ваш видеоролик смотрелся профессионально и как только вы закончили вашу запись, вы можете аккуратненько обрезать начало и конец. И не будет видно, что вы подходите и выключаете ваш телефон и, соответственно, ваш ролик будет выглядеть профессионально. Следующее правило, это, естественно, свет, естественно, звук. Если вы будете общаться красиво, если вы будете, ваш текст будет без воды, вам будет интересно слушать, но при этом свет будет очень плохой, вас будет еле-еле там видно. Если ваш звук будет какой-то коряр, естественно, вас просто смотреть не будут. Ну, а с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.